Какое чудо здесь на рынке стоит, ну ты, ой, ой. Что пахнет? Тоже это коноплей? Трава какая-то. Ну, вегетарианская. Привет всем, еще раз из Кальпа. Мы находимся, чтобы вы видели, что это действительно Кальп. Находимся возле Лидл. И как раз здесь расположен рынок, который приезжает сюда два раза в неделю. Сегодня суббота, и с 10 до 15, до 14 часов, наверное, этот рынок работает. Вас порадуют здесь низкие цены и разнообразие товаров, да? Разнообразие однозначно, цены немного ниже, чем в магазинах. Этот рынок кочует, получается, по разным городам. Он в Бенидорме приезжает в другие дни, приезжает в Аликанты, наверное, может быть, в Таревьеху он тоже приезжает. И тем самым люди ждут этот рынок, и у продавцов всегда аншлаг. Сейчас посмотрим, что там продается. Ну вот булочка такая яркая, чтобы вы знали, она стоит тоже 15 евро. Все по 15 евро. Платье 15, даже по 10, Дима, что-то увидит. А здесь все по 4 евро, штаны какие-то. Да практически даром. Вот почем сумочки. Все натуральная кожа. Бесценные. 25 евро сумочки кожаные. О, красочи. Короче, все, что хочешь. Футболки по 6 евро. Ну, в принципе, на распродаже в магазине тоже примерно такие целые, да? Все по 8. По 8? О. Вижу, сколько людей в мире. Все по 8. Но это все искусственно. Это же не натуральная кожа. Все Китай. Все по 3. Что привлекло твое внимание? Сарафан. Сколько стоит? 16 евро. Я эту вещь искала лет 10 назад. Нашла, да? Да. Прошло 10 лет и ты нашла. Да, сейчас нам не нужна. Обувь. Вот. Интересно сравнить. Качественная обувь. Испанских производств. Смотрите, сколько это платье. Боже. 20 евро. Ну, grand size. Не, это просто материал такой этот. Хлопок чистый. Очень красивый. А она говорит, чтобы плечи были закрыты. Типа, ну вот тут закрыты. На женщин? И талия, нифига. 25. Это хлопок. Она хочет, чтобы закрыты были рукава. А я вообще показываю, что здесь есть. А цена какая? 20 евро. Но она короткая. Смотрите, мне вот нравится такая рубашка. Рубашка, да. Смотрите, какая строчечка красивая. Сзади рисуночек такой. И стоит это 22 евро. Большой размер. А сзади спина открытая. Ну, это... Не каждый будет, мама моя, не оденется. Скажет, оооо, какая порнуха. Друзья, несколько секунд рекламы. Не переключайтесь. Я вам хочу рассказать про канал, который называется «Недвижимость Испании Люкс Инвест». Это канал с различными информативными видео о жизни в Испании, покупке недвижимости, о получении ВНЖ и отзывами тех, кто уже приобрел недвижимость. Солнышко как раз вылезло. Видео освещает наиболее важные вопросы при переезде в Испанию. Например, о школе, об открытии банковского счета, о медицине в Испании и так далее. Ну, то, что вот, я думаю, вам будет интересно. Подписавшись, вы также сможете быть в курсе, какие объекты недвижимости на Костабланке наиболее востребованы и продаваемы. Узнаете об искорентабельной недвижимости в Испании. Так, мне главное не упасть в море, не отступиться. Надеюсь, видео на канале «Недвижимость Испании Люкс Инвест» помогут вам наиболее точно определиться с местом приобретения недвижимости и выгодно инвестировать в Испанию. А рассказы покупателей и инвесторов создадут представление обо всех нюансах и помогут выбрать наиболее выгодный и ликвидный объект инвестиций на территории Испанского королевства. На канале «Недвижимость Испании Люкс Инвест» вы также найдете видео с консультациями адвокатов, налоговых советников, бухгалтеров, застройщиков, архитекторов и других профи в сфере недвижимости и строительства. Ну и добавлю, что канал «Компании Люкс Инвест» освещает и развлечения на Костабланке. Вы найдете видео о концертах, выставках, дискотеках, о парках аттракционов, зоопарках, аквапарках и видео о других видах досуга. Ссылки на сайт и канал «Компании Спайн Люкс Инвест» в описании к этому видео. Смотрите, за 8 евро все удовольствие. Да, видно клей. Так, неаккуратно проклеены. Ну и знаем в Китае. Знаешь, людям все равно. «Аликанто Эльчи» написано на клейке. Что? Вот сколько это стоит? Все по 10 евро написано. В магазине это стоит 25 евро, один лифчик. 15 евро купальники есть по 12. Вот эти красивые 15, те пострашнее 12. Красивые. Все, батарейки, часы, китайский сюрпотреб. Целая улица перекрыта. А передок открыт, да? Да. Чтобы ноги загорали. Производство, производство. Made in Italy. Правда, Италия? Получается, смотрите, скидка оферта 2 по 10 евро. 380 рублей. Вот я не люблю такие вещи из тут рынка. И то я даже себе тут нашла, мне понравилась какая-то вещь. Где-нибудь шьется в Пакистане, в Марокко. Я уже не раз видел, что написано Марокко. Хотя тут написано Испания, представляешь? Фабрика Испания, да. Пляжные сумки по 5 евро. О, видишь, а ты хотела брать за 15, за 20 почти. Для мамы хотел выбрать такое платьице. Написано, что Италия. Да. Все свисает на крючках, да? У нас все увешивают на эти стеллажи, а тут на крючки. У тебя когда был магазин, ты бы сделала бы так, нет? На крючках не оформила бы? Не додумалась. Ну да. В принципе, знаешь, люди ковырялись. Да. Ходи, доковыряйся. Ирина тоже занималась вещами. Испанская обувь. 28 евро. Так, смотрю тоже. Слушай, ну они только для рынка, но он так хорошо смотрит, а потом делит. А мне нравится, знаешь? Все кожа натурально. А вот смотри, только на сетевую. И они... На липучки? Да, везде липучки. Да, и мягкие. Ребят, если вы не гонитесь за качеством, то за 6 евро можно здесь набрать целую кучу тапок. Визуально так они ничего, так и не знаю. Ну тут 20 евро, да? Ковыряйся, ковыряйся, сколько хочешь. Какое чудо здесь на рынке стоит. Да ты боже мой. Какие же вы чудесные. Ой, ой. Классные. 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 Какие красавчики. Смотрите, по 5 евро пляжные сумки. Я их смотрела. Вот те же самые сумки за 14, за 10 евро. Но здесь процентов стоит взять. Иначе там переплатишь. Короче, цены радуют. По 10 евро в рюкзаке. Ну вот в башмачке. Вот это кожа. Нет, тряпка. Нет, тряпка. Ну все равно тряпка сколько стоит? Китай. Ну и все. И не спросили. О, какие испанские платьишки для деток. Тебе нужно красные кроссовки. Что прикольно, что на самом деле? Лужко в кепке. Это чтобы меня сразу на рынке можно было найти. Да. Так лучше? До дома не доедет 100%. Чисто для отдыха. А у вас уже одна такая мятая лежит. Макута привезли. Она в общем дома такая лежит. Вьетнама. 12 чуросов. 3 евро. Это уже традиция. На каждом рынке готовят чуросы. А это казан для приготовления паэли. Да, да. Там наверное как-то подсоединяется газ. И стоят такие штуки от 30 и выше. Ты будешь брать чуросы? Окей. Давай. Может быть здесь другие, да. Мы пробовали уже в Бенидорме. Попробуем здесь. Няма-няма. Вау. Вау. Ой, свечи. Ой, какая. Ой, понюхай, понюхай, понюхай. Не писай сразу. Понюхай. Горячий? Горячий? Очень вкусно. Ничем как бы не сравнится, да? И не пончики. И как-то не знаю, что ну... Поэтому надо попробовать. Невозможно с чем-то описать. Вообще не похоже ни на что. Ни на печенье. Да, и не сильно сладкие они. Они вкусные. Они просто реально вкусные. Нямка. Даже с сахаром вкусно. Хотя я думал, что только с шоколадом эту штуку надо есть. Пальчики оближешь. Что еще можно сказать? Я нашла эксклюзив, ребят. Платье, давай. Та-дам. Нет. Ты отпусти. 25. Элегантно. Глупо. Красиво. Красиво. Еще одна залезет сюда. Мы из Руси. А, Руси. 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 Начинают собирать товары. Торговля у всех сегодня была бойкая. Народу много. Все копошились. Вот такие рынки по Коста-Бланке мигрируют с одного населенного пункта в другой. Цены на которых немного дешевле, чем в магазинах. Такой рынок есть продуктовый. Он немножко в другом месте расположен. На продуктовый именно мы в кальпу не попали. Короче, на рынке у нас опять случился шопинг. Мы не можем просто так ходить. Взяли сумку, купили маме тут. Ирина купила себе несколько вещей. В магазине вот майка вот эта стоила 18 евро. А здесь 12. Но смотрится ничего, нормально. Италия. Типа Италия, да? Кстати, поговорили с русскими. Значит, сегодня также работает продуктовый рынок. Но находится он не здесь. Мы, наверное, туда уже не успеем. Но поедем. Сейчас мимо проедем, посмотрим. Выходилась женщина, я смотрела с мужем, с ребенком. Она такая показывает ему, говорит, представляешь, за 24 евро взяла два платья. Так что в Испании можно и дешевле, чем в магазинах одеваться. Выбор тут ограничен. Я не скажу, что прям тут можно прийти и одеться, да? Какие-то вещи можно купить? Ну, тут это балаконистая все. На большие размеры. Ну, на молодежь, но тут мало как бы, да? Я взяла себе тунику в магазине. Стоимость? Ну, в Мари Моле она стоит в районе где-то 5 тысяч. Здесь я ее взяла за 18. 18 евро, да? Да. Кусочек тюли стоит 5 тысяч. А кто производит? China. Вот так. Ты взяла откровенный Китай и подумала, что это Испания. Я ничего не думала. Я ничего не думала. Мне просто она понравилась. Вот, мы купили вот такую сумку. Сумка нам обошлась в 5 евро. Прикольная. Там вот эта вот все ткань. Вот это купили мы маме. Она небольшая, Дима. Огромная. Две мамы твои залезут. Ну, я же тебе говорю, я не могу убирать без тебя. Да. Да, это я тоже маме взял. Везде 25, а там было 20. За 20 евро мы взяли его. Вот такое хлопковое, да, платьице как маме. Ну, легкое, на море ходить. А, ну, тоже маме взяли чистые испанские, кожаные туфлики. А подошва мягкая тоже. Ну, это то, что конкретно испанское. По-моему, в Малаге что ли делают. Ну, вы уж извиняйте, у нас такие обычные традиционные классические покупки. Мы ничего такого фирмового, да, брендового по дорогим бутикам не ходим. Мы обычные люди, да. Да и здесь, и в этом месте нету. В этом месте в городе нету. Да. Какой рынок, такие покупки. Знаете, даже если вы не планируете ничего здесь покупать, ну, здесь столько людей, они постоянно все копошатся, что-то там выискивают, выискивают. Блин, ну, наверное, мне тоже что-то здесь надо. Понимаешь? Короче, мы зависимые, да? Да. Не, ну я покупал, потому что мама просила. Приехали ко второму рынку, где продавались продукты. Вот Меркадонна, это выезд уже из Кальпа получается. Ага. 70 квадратов, 95 тысяч продали. Здесь 90 тысяч евро, 30 квадратов, надо же. 90 тысяч студии, по 90 тысяч, представляете, продали. Такая улица с апельсинчиками. И собачка сидит, гадит. Все уже распродали. Я удивлен, ты нашла то, что хотела. О, вот это классный. У тебя спайси? Витч пепе. Витч пепе. Витч спайси, да? Очень вкусно. Чили, чили пиканты. Во, пиканты. Человек пиканты. Спасибо, спасибо. Ну вкусные, но они не такие островы, да? Да, но это лучше, чем в магазине брать просто. Поэтому мы хотим сейчас здесь взять. Миндаль. Миндаль. Все, пойдем. Ты живешь в Бенедорме, Торевье, Аликанте? Да. Ну что, оливок мы набрали на 5 евро. Это лучше, чем когда мы набрали на 22. Слушайте, на 5 евро? Да, мы тогда на 22 набрали. Нам просто тогда больше воды налили, мне кажется. Она, когда наливала ополовником, она не дождалась, чтобы с ополовника вода стекла. Она прям с водой. Мозги запудрила тем, что нам постоянно пробовать, пробовать давала. А в этот момент воды наливал. Вообще тут оливки с огурчиками, с перчиком, с чесночком, с лучком. И 4,5 евро килограмм. Всякие бобовые, смотрите, у них то, что они едят вместо наших гречки. 5 килограмм, 3 евро апельсины. 2 евро килограмм, это получается они по 150 рублей. Ну это не дешевые помидоры. Самые дорогие, наверное, которые есть на рынке. Потому что в магазине в районе все-таки 1 евро, там евро 20. А вот, ребята, в Кальпе подъезд, обычный подъезд. Смотрите, есть домофон. Вот такие почтовые ящички. Ну это вот обычный дом, у которого нет своей территории, у которого нет своего бассейна. Это старый дом старой постройки. Вот так вот все выглядит. Смотрите, в мраморе. Мы жили в Аликанте, в таком доме. Вот такой. Такой вот аккуратненький, чистенький подъезд с лифтиком, да? С мрамором. С мрамором, да. И вот эти кадушки стоят тоже. Комбы стоят мраморные. Все чистенько. Вот под почту. Закрывай. Вот такой вот домик. Сколько этажей здесь? Раз. Первый не считается. Коммерция. Два, три, четыре, пять этажей. Это вот то, что касается домов старой постройки. Конечно, вы тут не будете платить за коммунидат, сборы за бассейн, за уборку, за консьержа, потому что здесь все расходы соединены к минимуму. То есть, наверное, просто уборка подъезда и на этом все. Конечно, вот в таких домах получается, если вы приобретаете жилье, ну, ликвидностью оно не обладает, потому что не является видовым, и нету никаких зон активности, да, там, бассейнов или теннисных кортов. То есть, сдать такое жилье можно, но оно будет по цене дешевле. Покупаемость будет, соответственно, его долгая. Но для себя, к примеру, если кому-то там нужна недорогая квартира, и неважно, какие окна куда выходят, то здесь, объективно, будет стоимость жилья дешевле. Как и его обслуживание. Ну, а мы зашли в магазин Диа, нам нужно хлеб взять. Должен быть ящич, куда можно положить. А, вон ты отдала, да? Потому что кто заставит платить каждую квартиру. Так, ну, раз мы взяли оливки, то вот зашли мы в Диа магазин, надо взять и батон. Если берешь три штуки, цена 33 евро, если один, то 39. Он еще слегка теплый. Удивительно, первый раз в этом году к нам подошли и сказали, что снимать в этом магазине запрещено у них. Да, поэтому пришлось выключить камеру. Ну, а мы набрали примерно на 14 евро. Зашли купить, называется, багет и воды. И в итоге взяли багет, воду, колу, хамон, чипсы. Мама взяла еще крем там за 4 евро. Нет, под маску не было. И все, и 14 евро. Вот, то есть зашел, это как минимум 1000 рублей оставил. Без мяса. Да, это без мяса, хамона там 240 грамм упаковки. Поэтому, если мы приезжаем закупаться с мясными продуктами, сыр там берем, к чаю, у нас получается 30 евро как минимум, да? А то и 50, да. Но в среднем не меньше 30 евро. Это 100% только в поход в магазин купить продукты. Не говоря уже там, что как бы еще что-то нужно купить. Я еще поняла, что мы мало тратим по сравнению с другими русскими. Я когда захожу в магазин, иногда вижу, что они даже на цены не смотрят. Они просто так сгребают, ну так, по две тележки кидают и все. Так что это... Да, мы не экономим, мы просто берем по потребностям там. Чтобы мы не пытаемся там как-то выжить здесь. Все-таки мы приехали на отдых и хочется попробовать и то, и все, и какие-то вещи себе купить из одежды. По одежде однозначно тут все дешевле, практически все дешевле. По поводу продуктов надо присматриваться, выбирать. И оливочки растут, смотрите. Какие-то стручки висят, я не знаю, что это такое. Но оливки тут растут так же, как и апельсины. Прямо на дороге. Итак, у нас сегодня вегетарианская лазанья, купленная нами за пол евро. Да не может она стоить 99 центов. Окей, ладно, поверю. Мы, оказывается, покупаем самые дешевые продукты в надежде сэкономить. Но все равно подходим к кассе и у нас круглая сумма. Выходит. Ой, ветер, вы слышите, как дует ветер? Ты прикольный? Пипец там, ветруган опять начинается. Слушай, ну а как я буду есть? Она должна остыть. Вообще покажи, что там внутри. Трава какая-то. Ну, вегетарианская. Че тут пахнет? Тоже это коноплей? Вегетарианская. Ну, другой не было. Вообще хотел пробовать просто вегетарианская лазанья. Трава какая-то внутри. Слушай, травы тут прилично. Они явно сэкономили на всех остальных ингредиентах. Почему? Вот вермишелька, соус. Сложно сказать горячее. Что-то горячее я просто положу. Итак, пробуем вегетарианскую лазанью. Она немножечко остыла. Что же это такое? Столько зелени. А вот что за зелень? Шпинат скорее всего. Наверное. Какой-то соус, да? Такой молочный. Сырно-молочный. И много-много-много там прям зелени. Ну, написано, что эта штука, значит, европейского вегетарианского сообщества. Мне понравилось. Ну, у них очень много такой здоровой пищи, да? В Карикуре вообще огромные отделы для вегетарианцев. И фитнес-пища. У них там два отдела. Вегетарианский отдел, здоровый. И отдел, где фитнес-пища тоже все там со злаками. Ну, полезная исключительно еда. Она чуть-чуть дороже получается. Но тем не менее. Ну, получается вот эта вот порция 99 центов для одного человека. Ну, мне кажется, многовато даже, да? Большая она. Нужно наесться. Вполне. Ой, какой ветер! Да, подвечет ветер. Слышно? В нем еще было хорошо. Смотрите, пальмы гнутся так. Боже, там еще кто-то плавает. Такая заметка еще. Особенности спанских квартир. Я уже это не первый раз вижу в различных квартирах. Внизу у них получается приточная вентиляция. Просто в комнате. Это либо на кухне, либо вот здесь это в студии, где кухня находится. И из нее дует холодный воздух. Вот такая вот у них вентиляция. А по поводу продуктов я еще хотел добавить, что если сравнивать с Турцией. В Турции, конечно, мне понравился больше ассортимент. Лучше цены, дешевле. Молочки больше в Турции, например. Здесь всего лишь один вид кефира. Обычный кефир здесь продается. Но он вкусный кефир. Я ничего не хочу сказать. По качеству тоже кефир мне больше нравится, чем российский. Но стоимость у него 100 рублей. Меньше, чем за пол-литра. В магазинах он, в принципе, я повсеместно его вижу. Именно в консуме, в Меркадоне, по-моему, тоже. Больше никаких видов кефирной продукции нету. То есть нету айрана. В Турции, конечно, молочке было море. Поэтому по ассортименту, по дешевизне продуктов, Турция выигрывает в этом плане. Возвращаться мы будем через Турцию. Заскочим обязательно в Стамбул хотя бы этот денечек. И снимем еще несколько видео из Турции. Все. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Ставьте там лайки. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok